Это подкаст антидискриминационного центра «Мемориал», АДЦ «Мемориал», посвящённый Международному дню в поддержку жертв пыток. Нашим гостем в этом подкасте стал глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Евгений — известный правозащитник, и наша организация является партнёром Харьковской правозащитной группы в течение многих лет. Комментарий, который сегодня даёт Евгений в этом подкасте, касается тем, которые АДЦ «Мемориал» мониторит уже много лет, особенно в последние несколько лет полномасштабного вторжения России в Украину. Компания наша Cross-Border Childhood UA связана с защитой прав детей. Мы стараемся мониторить ситуацию, подсвечивать важные факты и собирать их в отчёты для ООН и для других органов, которые читают наши отчёты. И сегодня в этом разговоре, в этом комментарии Евгений поделится некоторыми цифрами, которые есть в распоряжении его организации в связи с деятельностью, которую они осуществляют, а также сделает несколько важных выводов, которые нам хочется для вас передать и обозначить их важность для более широкого спектра людей и правозащитников. Важно отметить, что пытки являются преступлением в соответствии с принципами международного права. Во всех соответствующих документах применение пыток строго запрещено и не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, даже во время войны. Это означает, что каждая страна должна применять такой подход, даже если она не заключила специальных договоров, запрещающих пытки. Систематическое или широко распространённое применение пыток является преступлением против человечества. Контроль за темой пыток в мире начался в 1948 году, когда ООН приняла всеобщую декларацию прав человека и продолжился в 1975 году, когда была принята декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или уничижающих достоинства видов обращения и наказания. Почему мы говорим в этом подкасте о теме пыток, но связываем её с темой защиты прав детей? Потому что Россия ведёт войну с Украиной на территории Украины вот уже 2 года 4 месяца, и многие дети и подростки становятся жертвами этой агрессии не только опосредованным способом, но ещё и напрямую, потому что на оккупированных территориях дети и подростки часто становятся жертвами жестокого отношения и пыток. Например, на сегодня известны задокументированные показания жертв, и мы можем выделить по меньшей мере такие аспекты и условия плена, которые составляли бесчеловечное обращение. Это перенаселённость камеры помещений, духота в помещениях, отсутствие дневного света в этих помещениях, в которых содержатся пленные, отсутствие или недостаточное количество питания и питьевой воды, ненадлежащие условия для посещения туалета или отсутствие возможности посещения, удержание завязанными глазами и в наручниках, отсутствие должной медицинской помощи и невыносимый холод в помещениях. Для подкаста о правах украинских детей, оказавшихся в зоне оккупации или вывезенных в Россию, мы попросили комментарий у главы Харьковской правозащитной группы, правозащитника Евгения Захарова. Детей вывозили планомерно, была определённая программа, её можно проследить. Когда детей российские военные вывозили в Россию, вселили в определённых местах, в лагерях, они там жили под присмотром. Это тоже были дети из семьи или в основном это были дети из институции каких-то домов? Нет, это были дети из себе, это были дети без опекунов, это были дети из детских домов, интернатов. Всех таких детей, вот тех детей, которые были без опеки, вот их всех вывозили. Кроме того, вывозили детей из мест боевых действий, тех, кто вот там остался без опеки. Детей, у которых убили родители, например. Таких детей вернуть трудно. Чтобы вернуть такого ребёнка, нужно, чтобы был родственник какой-то, который приехал и заявил на этого ребёнка права. Бабушка приехала, вот он говорит, что это его бабушка. Она рассказывает, объясняет такое родство, и нужно сказать, что россияне отдавали таким бабушкам, детушкам, детушкам, а те, которых нет родственникам, они не отдавали. Нет. Они были без опеки, их оставляли в России, и более того, для них сделали, можно сказать, специальную программу их натурализации. Во-первых, был указ от 30 мая 22 года, подписанный Путиным об упрощённом вступлении в гражданство украинцев, которые переехали в Россию, в частности, детей. Кроме того, были ещё специальные нормативные акты о приёме таких детей в приёмные семьи. Причём это целая программа по всей России, и она имела характер такой компанией. Вот. Занималась этим детский амбудсмен при президенте Путине Татьяна Львова-Белуа. Да. Она, кстати, одного ребёнка, у неё много детей своих приёмных, она одного украинца тоже взяла таким же образом. Вот. И это всё освещалось в стиле пропагандистском. Вот ещё такое-то количество детей в русские семьи, не приютили, которые остались без опеки, которые без семьи, вот теперь у них есть семья. Всё это подавалось, как некая такая компания. Вот. И печатали довольно большие цифры, их публиковали. Вот всё вот это вот, собственно, и дало. Сократилось ли вот это количество таких случаев? Потому что я так поняла, что выдача всё-таки ордера Международным уголовным судом на Марию Львову Белову, на Владимира Путина как-то повлияла на возврат детей, что стали лучше отдавать чуть-чуть, и, может быть, стали всё-таки менее нагло отдавать вот на это насильственное установление, потому что они официально утверждают, что у них таких случаев даже и не было, хотя мы знаем, что было. Это они потом стали утверждать, что не было. А сначала, я говорю, это была целая компания пропагандистская. Всё наоборот. Что, собственно, и дало основание для Международного уголовного суда связать это всё. Переселение таких детей, поселение их в летних лагерях, после этого, на основе этих нормативных актов передачи этих детей в семьи приёмные, после того, что это случилось, да, но не имело такой тотальный характер. И они говорили, что они их спасли, что их вывезли из-под пули, из-под бомбардировок, и их спасали. Вот мне хотелось бы сравнить события 22-го года и 24-го года. Как мы знаем, недавно была предпринята попытка наступления опять на Харьковскую область, неудачная в целом, но всё-таки какая-то часть поселения и какая-то часть семей, где были дети, была затронута. Вот есть ли отличия, выглядит ли это так, что сейчас всё-таки менее вероятно вот эти похищения, насильственные основления, организации? Ну, там просто, во-первых, территория, на которой велись бои, и где шло наступление, она сама по себе не очень большая. Это такая полоса вдоль границы. Что там было, они очень сильно обстреливали с той стороны границы, они обстреливали вот все вот эти вот сёла вдоль границы. Но надо сказать, что украинцы организовали эвакуацию из всех этих сёл. То есть вопрос стоял о том, что детей вывозили украинцы в это? Да, 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 да. Украинцы, полиция этим занималась, и не только детей, взрослых тоже. Но, тем не менее, какое-то количество их всё-таки осталось там. Вот. Ну, я слышал, что было несколько случаев, когда их вывезли вот так же, как бы спасали. Но то, что это не было массово уже, это совершенно точно. Это просто очень немного осталось. Но, в принципе, сама по себе вот эта вот установка вывести детей, их как бы их забрать, отдать в приёмные семьи, то есть, ну, фактически, полностью этих украинских детей сделать российскими. Это военное преступление, фактически? Это военное, это даже геноцид, я бы сказал. Это пятый состав преступления по геноциду. Принудительная передача детей из одной национальной группы в другую. Вот. Международный уголовный суд это расследует как воинское преступление, фактически всё уже расследовал. Как геноцид они не очень хотят переквалифицировать с восьмой статьи на шестую. Вот. Но, в любом случае, это, конечно, стало таким одним из главных обвинений, доказанных. Да, и оно очень, это, ну, это широко стало известно, и везде об этом многие написали. Много работ аналитических на эту тему. Мы, кстати, тоже, мы написали обоснование, что это именно геноцид. В декабре прошлого года. Именно в Международный уголовный суд это мне не было. И послали в ЖД. Я имею в виду нашу. Мы, когда я сказал, говорю мы, имею в виду КПГ. Кальковскую правосущитную группу. Очень серьезный характер массовый имело еще вот что. Когда на оккупированных территориях людей арестовывали, дома арестовывали при свидетелях, при членах семьи, или там на улице, на работе. Но очень часто их просто выкрадывали. Люди пропали, люди пропадали без вести, вот прямо, не только взрослые, даже дети. И подростки. В том числе и дети. Ну, у нас прослежено таких историй, задокументировано и прослежено, ну, где-то порядка 15, скажем. В базе таких случаев гораздо больше, где-то порядка 85. Но если более внимательно на них смотреть, то, в общем-то, меньше. Я помню, что в Херсоне перед оккупацией была найдена детская пыточная камера, то есть именно подростков в чем-то, видимо, подозревали, обвиняли и мучили. Ну, в Херсоне такое было, там действительно дети принимали участие в каких-то действиях против русских солдат, их таким мучили. Но на самом деле, вот дети, которых вот таким вот образом арестовали, они не находятся под стражей сейчас, ну, там не только подростки, но там есть дети 11-12 лет, например, у нас в этом списке. Где они находятся под стражей? Неизвестно, неизвестно. Есть такие, которым 16-17 лет. То есть они сейчас разыскиваются именно как фактически арестованные, не только похищенные, но... Да, они разыскиваются как пропавшие без вести. Как пропавшие без вести. И на самом деле у них та же судьба, что и у взрослых. Вот их или задержали, или выкрали, потом они в Пыточной, которая в этом месте есть. А это было в каждом населенном пункте фактически. И в Возюмах? Было какое-то... В Возюмах было несколько. В Бавоклее несколько. В Купинске это был изолятор временного содержания, милицейский, на 140 местных. В нем сидело до 400 человек, понимаете. Вот. То есть на самом деле это носило массовый характер, и таких людей у нас задокументировано 4,5 тысячи. Это только пропавшие без вести. Те, кто был арестован при свидетелях, 1200 примерно в нашей базе данных. А на самом деле... Огромные цифры. Большие цифры. На самом деле, я думаю, что еще больше. Но дело в том, что их очень сильно пытали всех. И цель этих пыток... Ну, в общем-то, на этих людей воздействовать так, чтобы они перестали даже и думать о каком-то сопротивлении, о какой-то нелояльности. Их там пытками заставляли становиться на колени, петь российский гимн. Ну, вот такого соль-то вещи. И в тех случаях, когда россияне считали, что они человека сломали, что он больше ни на что, ни на какое сопротивление не способен, таких людей просто освобождали. То есть, их не увозили дальше. Но значительную часть повезли дальше. То есть, повезли в Россию. В том числе и подростков. На оккупированную территорию Украины. И в том числе подростков. В том числе подростков. И это, кстати, очень мало кто знает. О том, что вот так же, как взрослых, детей... Вот точно так же... Я слышал именно херсонские истории, что вот разыскивают родители, знают, что увезено на другой берег. В Харьковске, в Харьковске, вот. Да, да. Вот. То есть, фактически, это военнопленные дети. Да, совершенно верно. Причем, нужно же подчеркнуть, что они сидели в секретных тюрьмах. Вот, все это время. Вот, и их пытали. Дальше их или вы... Когда их вывозили уже в... Когда вывозят, помещают в стационарные места. Для содержания заключенных. То есть, это или следственный изолятор, или это колония, или... Может быть, это колония для несчастных нарядов, да? Ну, вряд ли. Их вообще немного, этих колоний. Вот. В Украине их там осталось пять штук всего. Причем, они на оккупированной территории их там совсем немножко. Вот. Нет, они со взрослыми сидят. Но дело в том, что там они находятся, вот, в России отдельно от российских заключенных. Они охраняются Росгвардией или ФСБ. Вот. И условия там все равно плохие, но там хоть, по крайней мере, там уже перестали пытать. Понятно. Вообще говоря. Но сколько таких людей? Где они сидят? И вообще, какие у них перспективы? Случаев обмена вот детей военнопленных не было? Не меняют. Неизвестно мне случае, чтобы именно детей обменяли. Вообще, с обменами обменяли всего 151 гражданского. И 3235 военнопленных обменяли. Значит. И все это были взрослые люди? Это все взрослые люди были. Чтобы обменяли детей, мне такое неизвестно. Кроме того, у нас дети российские не сидят, их у нас нет. У нас только военнопленные. У нас есть цивильные, которые по каким-то причинам лишены свободы. Есть ли какой-то способ влияния на эту ситуацию? Может ли вот фонд Кулеба или кто-то из правительства каким-то образом заняться этим детьми? Фонд Кулеба занят извлечением детей на свободе из России и переводом в Украину. А про тех детей, которые были лишены свободы именно, о них никто не знает. О них не знают просто. Но то, что я вам рассказываю, это очень малоизвестная история. Для справки. Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, точно известно, что в российской неволе остаются более 8 тысяч украинцев. И военных, и гражданских. Местонахождение этих людей подтверждено. Но десятки тысяч украинцев остаются в статусе пропавших без вести. Согласно последнему отчету ООН, Россия систематически нарушает международное гуманитарное право в вопросах обращения с пленными. Свидетельства потерпевших показывают всю беспощадность и жестокость этого поведения, которое причиняло жертвам сильную боль и страдания во время длительного содержания под стражей. Все это осуществлялось с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и повлекло за собой длительные физические и психические травмы. Харьковская правозащитная группа создала горячую линию, которая касается пропавших без вести. Если вы родственник или знаете о военно-пленных заключенных гражданских, пропавших без вести на оккупированной территории гражданских, то звоните по номеру телефона 0 800 20 24 02 бесплатно на территории Украины. ХПГ не может дать гарантии, что установит расположение близкого вам человека, однако за годы работы организации специалистам удалось обнаружить более 30% людей, о которых им сообщили. Это был подкаст ADC Memorial. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите комментарии и давайте оставаться на связи.